так вот это ждем теперь вот это вот мне тут рассказываю как анекдот я разговаривал не по-русски может оценка вот забыл очень благодарен почему мы уже это проходили так глупость дикость предательство подлость люди то есть кандидат наука до которой никакого садоводства ни одно дерево не вырастила научит нас калечить деревья правильно ничего не напутал она растит или калечит пальцем себя отсригла и сказала бы да я калечу если и нет если я отсречно это мы проходили вы видели этот оскал глупое дикие объяснение вот получилось как как анекдот я разговариваю наконец-то я железа впервые хоть от моих этих лекций от моих статей от моих них хоть какая-то маленькая польза какая я хвастаюсь представляете говорю я я вот это вот когда посмотрел фильмы пододел фотографии фильмов выбрала несколько дебильнейших знаете это лидеры вот это вот передачи да значит эфире из телеканала бобер это лидеры по дебильности потому что если я раньше хоть знал что откуда она берется помните находил вам книги 19 века начало 20 века что были люди от которой эта вся дебильность переходила из десятки лет дошла до вторых а у них они такая дебильность и и да я даже никогда не читал не слышал об этом ну вспомните раскопать корни на это середина лета до зимы назад и держать их открытом виде корни раскопать держать с этим осадом 30-40 деревьев вот до зимы называется закалкой ну в общем все в таком плане и вот я когда все это собрал до кучи то есть сделал фильм по моему может быть этот самый этот фильм мне помог сделать пасенко то есть может быть кто-то другой и поставил прямо туда я написал угомоните этих фей ну типа того они сосисом где-то у меня переписка сохранилась и этот фильм показаться и дебилизм ужас не это вообще и вы знаете я начал наслаждаться они разы все время же это каждая неделю как лучишь дачная фея как ключ и смотрю они занялись кулинарии и цветочек садить я отдыхал я вначале ужасе у меня все нормально и так продолжалось до последних дней вот ну все все таки я принес стране пользу все таки и мне ту литроцидка только говорит я похвастался что я пользу стране принес что я все-таки на что-то сгодился а это я горит этих феи видел то есть видел телеканал бомбер там теперь мужик какой-то и то же самое также калечит я включил сейчас не буду мне антон валерьевич ругать будет потому что нельзя включать эти фильмы собьется речь вот я приготовлю и на следующем покажу то же самое только теперь мужик с умным видом подходит и начинает выламывать ломать ветки ему побеги то отрасли а он их руками ломает и все это объясняет пользу для дерева дикость то есть поменяли шелона мыло теперь феи ни при чем телепередача та же бомбер они живут все это выставлено у них в этом на их сайте все это продолжается дикость и получается нихрена от меня пользы как не было так и нет вот и тогда я знаете что сделал я во первых эту фотографию извините еще раз вам показываю почему но откуда ей когда накалечил или это мужику знать к чему приводят раны ну как они до сих пор вы понимаете достаточно не я сделал сотни распилов сотни я же самое красивое я вам показал вот один из них ну хоть один бы кто-нибудь из ученых которые потому что они точно так же учат помните я вам кемерязевку девять девять этих самых разновидностей обрезок то есть пока не не изувечиваем все девять разных разных вида веток девять пока не отрежем не успокоимся даже тимирязевка вот этого ну ну вот понимаете вот мордой вот ткнуть 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 серьезно давайте еще вот этот кусочек начиная вот отсюда вот а потом тот вебинар еще один кусочек я на вас надеюсь больше не на кого и тогда где-то ниже у меня написано так как я оказался наивным дурачком сменили автора и что только тому же если лень было секатор руки взять он давай ломать руками отламывать побеги вот и тогда я вспомнил тот самый мой любимый поговорку это про меня посмотрела бабушка порнофильм от порнофильм и воскликнула жизнь прожита зря так я не могу по-другому рассказывать нудные лекции помните возьмите землю в которой закончились процессы то вот тысячи лет назад она стерильна в ней никаких этих самых а так как корни изувеченные то нельзя добавлять ничего никаких гнилых этих и помните мой любимый пример сейчас я не буду возвращаться там где я землю копал мой любимый пример вот он мне больше всего нравится берете искалеченную руку пальцев кровь течет нет среди тех кто это не проходил у кого не было такого уже росли каждый обязательно резал руки а теперь возьмите эту яму которую приготовили для искалеченных корней и суньте туда руку свою кровоточную знаете что бывает одна из самых страшных смертельных болезнь называется столбняк так почему же вы потом удивляетесь что у вас деревья миллионами гибнут а феи вот морды морду 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 там обязательно должен быть это тот кто будь эти то они ничего не понимают вот кандидаты языковеды языком только молоть а вот кто-то же это же кто-то же прочитал нашли деревья он опять взял больное старое дерево и давай калечить все ладно заинтриговал идем дальше вот 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 Продолжение следует...